Девчонки, всем привет! Как обещалась моя вторая часть видео о пусых баночках и бутылочках. И в этом видео мы будем с вами разбирать вот такую вот коробку с пробниками. Когда я ее открыла, я поняла, что у меня очень много пробников от Kiehl's, также есть локситан и немножечко юцерина. Давайте, наверное, приступим к тем средствам, которые для меня самые свеженькие. И для того, чтобы вы понимали, о каком продукте я буду говорить, я буду вам показывать полноразмерную версию, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Итак, покажу вам такую вот умывалку от L'Ambré. Эта умывалка предназначена для жирной и комбинированной кожи с ахокислотами, 3 в 1. Если честно, я не ожидала такого классного качества от торговой марки L'Ambré. Она достаточно недорогая, эта фирма, но у них реально хорошее средство. Я буду вам рассказывать не об одном этом продукте. Эта умывалка прекрасно очищает кожу, абсолютно мне не сушила ее. И щечки себя чувствовали замечательно. Эта зона была тоже прекрасно очищена. Так что, в принципе, если бы не моя любимая косарекса умывалка с алициловой кислотой, возможно, я бы взяла бы и эту умывалочку. Так что, девочки, если хотели бы какую-то умывалку с ахокислотами, посмотрите, мне эта умывалка понравилась. Прям взяла бы реально большую версию себе. Так, дальше давайте, наверное, закончим уже с L'Ambré. Покажу вам вот такой вот крем под глазом. Это из серии Zen. Это какая-то у них суперсерия для возрастной кожи. Я этим кремом воспользовалась раза 3 или 4. Могу сказать, что мне этот крем очень понравился. Он прекрасно увлажнял зону вокруг глаз. Абсолютно ее не утяжелял. Никакой пленки, там еще чего-то такого не было. Единственное, конечно, темные круги этот крем мне не убирал. Но с учетом того, что он реально очень круто увлажнял кожу, я бы, может быть, даже взяла бы полноразмерную версию. Так что, девочки, этот крем достаточно неплохой. Присмотритесь. Еще раз повторюсь, взяла бы, наверное, себе полноразмерную версию. Вот. Ну, из этой же серии Zen у меня есть вот такой вот Advanced Pair Night Cream. Мне он тоже очень понравился. Я ему успела воспользоваться, наверное, раза 2 или 3. И могу сказать, что этот крем тоже очень хорошо увлажняет кожу. Утром, когда я просыпалась, кожа была в прекрасном состоянии. Не было, знаете, такого ощущения жирной кожи или какой-то грязной кожи. Так что этот крем мне тоже очень понравился. Тоже взяла бы полноразмерную версию. Девчонки, если ищите какой-то себе неплохой уход, вы можете присмотреться к Ламбре, потому что это недорогая фирма. Вот этот ночной крем и вот этот вот под глазами мне понравился. Так что, девочки, можете присмотреться к ним. Дальше, девочки, покажу вам средство, которое мне очень и очень понравилось. Это торговая марка Yucerin. Гиалурон филе. Это фактически сыворотка с гиалуроновой кислотой, которая невероятно круто увлажняет кожу. После этого средства не остается никакой ни пленки, никакого остатка. Полностью сыворотка впитывается в кожу. И кожа бомбезна, девочки. Однозначно, я бы взяла полноразмерную версию. И, возможно, даже возьму, потому что Yucerin у нас в Дубае продается. Вот. И, кстати говоря, если вы ищете какую-то классную сыворотку с гиалуроновой кислотой, кому-то присмотреться именно к Yucerin. Потому что, если сравнивать, допустим, эту сыворотку и сыворотку от 89 от Vichy, честно говоря, мне та сыворотка вообще не нравится, потому что после нее у меня остается какая-то пленка, которая меня разряжает. И, в общем, я фактически тем средством не могу пользоваться. А вот эта штука никакой ей пленки не оставляет. И прекрасно увлажняет кожу. Кстати говоря, я ее наносила в зону вокруг глаз. И зона вокруг глаз тоже была прекрасно увлажнена. Так что, девочки, однозначно рекомендую этот продукт. Мне он очень и очень понравился. Прям супер-супер средство. Дальше, девочки, я заметила, что у меня еще есть несколько пробников от другого марки L'ombre. Так что давайте, наверное, закончим с L'ombre. Покажу вам вот такой вот крем, который идет матирующий для жирной и комбинированной кожи. Но могу сказать, что он меня абсолютно не впечатлил и не понравился, потому что, во-первых, увлажнял он на четверочку. То есть, в принципе, увлажнение можно было бы и добавить, но в качестве какого-то матирования вообще его не было. То есть, эффекта матовой кожи не было. Я его нанесла, где-то часа через полтора я увидела, что моя кожа начала жирниться. Так что этот, к сожалению, я рекомендовать не могу. И хорошо, что я не взяла полноразмерную версию. И также у меня есть вот такой вот еще серум для зоны вокруг глаз из серии Luxe Collection. И что вам сказать? В принципе, консистенция серума была неплохая. Я буквально недавно пользовалась, но сказать, что это какое-то крутое средство или то средство, которое хотелось бы взять в полноразмерной версии, к сожалению, нет. Поэтому, знаете, это такой вариант. В принципе, можно взять и попробовать, может быть, вам и понравится. Но я не буду и, в принципе, особо не советую. И, кстати, очень хорошо, что на мейкапе можно взять вот такие вот пробники от Ламбре практически всех кремов и в том числе сывороток, потому что вы можете понять, стоит вообще покупать это средство в полноразмерной версии или нет. Вот эту штуку я не возьму и, в принципе, вам не советую. Дальше, девчонки, покажу вам два своих любимца. Это пробники от торговой марки NUX серии Aquabella. Я уже говорила в видео от NUX, что мне эти средства очень понравились. Это их умывалка. Умывалка мне безумно понравилась, потому что у нее такие, знаете, микротистички, которые очень хорошо эксфолируют кожу, скрабируют ее, но кожу не травмируют. Так что мне эта умывалочка очень понравилась. Кроме всего прочего, она прекрасно и очищает кожу, и в то же время не сушит ее. Так что это моя любимка, и, может быть, даже возьму полноразмерную версию. Посмотрю. Ну и также из этой же серии Aquabella у NUX есть такая вот эмульсия, которая прекрасно увлажняет кожу, абсолютно ее не утяжеляет. Матовый эффект держится 3-4 часа. Мне эта штучка очень понравилась. Так что как раз если вдруг уже присматриваете какой-то себе уход для комбинированной кожи на весну, рекомендую присматриваться к этому крему. Мне он очень и очень понравился. Реально крутой продукт. Дальше, девочки, поговорим немного с вами о локситании. Я частенько к ним захожу за уходом для тела в качестве подарков для моих подруг. И мне очень часто дают также какие-то пробники их ухода для лица. Покажу вам крем, который мне очень понравился. Это увлажняющий крем отбеливающий. Если честно, вот такого объема крема недостаточно, чтобы понять, насколько хорошо он отбеливает кожу. Но могу сказать, что мне понравилось то увлажнение, которое дает этот крем. Действительно, твердая пятерка. Кроме всего прочего, он неплохо выравнивает текстуру кожи и цвет лица. Так что этот крем я могу рекомендовать. Ну и опять-таки, если у вас будет возможность взять пробник этого крема, рекомендую взять сначала пробник, чтобы понять, стоит ли покупать полноразмерную версию. Но мне он, в принципе, понравился. Не могу сказать, что это прям вау-вау-вау. Но, тем не менее, в принципе, можно было бы попробовать. Почему бы и нет. И покажу вам еще вот такой вот гель увлажняющий. Я потом его чисто случайно взяла в тревел-версии, девчонки. И на первый взгляд, этот гель очень хорошо увлажняет кожу. Абсолютно ее не утяжеляет. Консистенция реальной геля. Но, девочки, после двух недель его использования, я заметила, что у меня начали сильно забиваться поры. С этим гелем, так сказать, нужно быть очень осторожными, потому что действительно может забивать поры. Но если у вас, в принципе, никаких проблем с кожей нет, у вас просто жирная природа кожа, можете попробовать, потому что, в принципе, очень неплохо увлажняет кожу, но в то же время жирного блеска я не замечала, там, часа, наверное, даже три или четыре. Так что этот гель идет на четверочку, вот. Но я его не возьму, потому что, еще раз повторюсь, я заметила, что он не забивал поры. Ага, у меня еще есть немножко больше локситана. Есть вот такой вот сером осветляющий от локситан, и мне он абсолютно не понравился, девочки. После этого продукта у меня была пленка. Я как раз себе искала какую-то осветляющую сыворотку, и очень вовремя мне подоспел вот такой вот пробник от локситан. И после этой сыворотки у меня оставалась пленка. И сказать, что я бы хотела попробовать еще, это средство нет, однозначно нет. И, к сожалению, я не могу вам сказать, действительно ли она осветляет кожу, но тот момент, что после этой сыворотки остается пленка, меня очень сильно огорчил, и, к сожалению, это средство я не могу рекомендовать. Дальше, девочки, у меня еще есть такой вот пробник от локситан крема. Он очень легкий, хорошо, очень увлажняет кожу, но с учетом того, что от вот такого геля от Локситана у меня были забиты поры, с этим кремом я тоже рекомендую быть осторожным, потому что в принципе в качестве пробника продукт неплохой, и я бы его рекомендовала, но что касается более длительного использования, это вопрос, так что опять-таки будьте осторожны и возьмите сначала пробник для пробы. Но в принципе крем неплохо увлажнял кожу, но я не знаю, насколько хорош он в долгоиграющей перспективе. Дальше, девочки, еще нашла вот такой вот крем от Локситана с SPF защитой 20, и здесь написано, что это легкая текстура, но я очень хорошо помню, что этот крем мне абсолютно не понравился, потому что, во-первых, текстура была не самая легкая, кроме всего прочего, у меня кожа очень сильно начала жирниться буквально после 20 минут прогулки на солнце. Так что этот крем я однозначно не рекомендую, может быть он и неплохой в плане защиты от солнечных лучей, но девочки, если у вас комбинированная кожа, а тем более жирная кожа, это точно не ваш продукт, однозначно не рекомендую. Если у вас сухая кожа, может быть вы его и оцените, но меня этот крем абсолютно не впечатлил, так что это мое огорчение. Дальше есть у меня еще вот такой вот пробник от Lancome Genifique, я уже говорила, что эта сыворотка мне невероятно нравится, она очень круто работает, очень хорошо прорабатывает с кожей, кожа становится более здоровой, такой сияющей, преображается кожа прямо на глазах, так что девочки, обязательно возьмите себе полноразмерную версию, если ваш бюджет позволяет, потому что я когда-нибудь ее еще куплю. Потом есть у меня еще вот такой вот пробник от Origins Perfect World SPF 20 крем от глаза. В принципе, я считаю, что если какие-то фирмы начинают вводить в свой уход вокруг глаз крема с SP-фактором, это прекрасно, потому что зону вокруг глаз тоже нужно хорошо защищать от ультрафиолетовых лучей. И могу сказать, что в принципе этот крем мне нравится, потому что он неплохо увлажнял зону вокруг глаз, но в составе этого крема не очень полезны SP-фильтры, поэтому, к сожалению, я его не закончила и не буду заканчивать, и тем более не буду покупать полноразмерную версию, но так, конечно, задумка у Origins неплохая, что касается наполнения, конечно, под вопросом, поэтому, девочки, не законченный пробник я выбрасываю, но в плане увлажнения он был, в принципе, неплохой. Дальше, девочки, прежде чем перейти к большому количеству пробников от Kiehl's, покажу вам последнюю такую миниатюру от торговой марки Clinique, это их маска, которая мне очень понравилась, она настолько круто перезагружает кожу, и ее нужно использовать не там 20-30 минут, а нанесли 5 минут, 10 походили, быстренько смыли, и вы замечаете, насколько круто перезагружается кожа. Однозначно я взяла по себе полноразмерную версию, но, к сожалению, у меня и так масок достаточно много, поэтому показываю вам миниатюру, но этот тюбик абсолютно пустой, потому что маской я очень любила пользоваться, и раза 3 или 4 наносила, мне она очень понравилась, так что, девочки, рекомендую, особенно если вы любите клинику. Ну и переходим к торговой марке Kiehl's, у меня их очень много пробников, наверное, начнем с вот такой вот сыворотки, это Facial Fuel Transformer, это сыворотка, предназначенная для мужчин, мне эта сывороточка, в принципе, нравилась, она неплохо увлажняла кожу, но с учетом того, что, в принципе, этот продукт предназначен для мужчин, рекомендовать покупать ее вам я не буду, вот, если вы вдруг возьмете своему молодому человеку или мужу, и ему не понравится, можете воспользоваться, я думаю, что, в принципе, полюбите эту сыворотку, но еще раз повторюсь, покупать ее целенаправленно для себя я не буду, потому что, ну, наверное, все-таки косметика, которая предназначена для мужчин, это косметика, которой должны пользоваться именно мужчины, а для нас производят другие продукты с другим немножечко составом, в целом сыворотка неплохая, могу поставить даже пятерку, да. Дальше переходим, девочки, к киллсу для женщин, покажу вам вот такой вот крем, который мне очень понравился, это Midnight Recovery Eye, это крем, который предназначен для увлажнения зоны вокруг глаз ночи, мне он очень понравился, он прекрасно увлажняет зоны вокруг глаз, утром кожа вокруг глаз такая увлажненная, набитая плотненько, мне этот крем безумно понравился, купила бы однозначно полноразмерной версии, но у меня и так достаточно много ухода вокруг глаз, если ищете какое-то очень крутое увлажнение зоны вокруг глаз, присмотритесь к нему, потому что по увлажнению этот крем очень похож на крем их с авокадо, но авокадо, знаете, это тот крем, который все-таки лучше использовать только зимой, а вот этот вот продукт можно использовать также весной и летом, когда просто нужно хорошо увлажнить зоны вокруг глаз именно на ночь, однозначно рекомендую крем, очень крутая, классная консистенция, хорошо напитывает кожу, прям очень крутой продукт, правда. И еще у меня вот есть тоже из этой же серии такой вот пробник, я его вместе с ним и выбрасываю, классные были средства, я бы их взяла. Дальше, еще есть у меня вот такой вот пробник под глаза от Yours Dose Eye Treatment, к сожалению, я купила полноразмерную версию этого крема и я уже говорила о нем, что мне этот крем, к сожалению, не понравился, на раз-два в принципе неплохо увлажняет, но потом, когда ты начинаешь им пользоваться на постоянном основании, понимаешь, что того увлажнения, который дает этот крем, недостаточно, кроме всего прочего, темные круги этот крем мне не убирал, так что девочке, к сожалению, не могу его рекомендовать, это, ну не то чтобы пустышка, но это для девочек, у которых зоны вокруг глаз никаких проблем нет, темных кругов нет и это так, знаете, на четверочку. Дальше покажу вам еще один крем от Kiehl's, это Ultra Facial Cream с SPF 30. И я уже говорила о том, что мне безумно нравился их крем Ultra Facial Cream, просто обычный, да, без защиты SPF-фактора, потому что тот крем настолько круто увлажнял зону вокруг глаз, преображал кожу, и мне и текстура нравилась того крема, и то, как он работает, а вот этот же крем только с защитой SPF 30 мне не понравился абсолютно, потому что через полчаса после того, как я вышла на солнышко, моя кожа стала очень сильно жирниться, и мне потом просто захотелось поскорее умыться пойти. Так что, девочки, к сожалению, вот этот вот крем Ultra Facial с SPF защитой я рекомендовать не могу, это мое огорчение и полный фейл. Все, девчонки, здесь у меня остались так называемые пробники от моих использованных масок, и я о них уже говорить не буду, потому что у меня есть отдельный безградок этих масок. Девчонки, на этом все, я надеюсь, это видео было для вас интересным, полезным, я рассказала о своем мнении о некоторых продуктах, на какие средства стоит обратить ваше внимание, на какие нет, и на самом деле здесь собраны не все те пробники, которыми я воспользовалась в этом году, я обязательно их буду коллекционировать для того, чтобы вам рассказывать дальше свое мнение. Я желаю вам красоты, сияющей кожи и пока-пока!